Семью мы на обед целиком не собираемся. Ну, либо там, да, несколько человек, трое там. Один присест, другие там, в другой присест. Вот так вот. Многодетная семья Канищевых с трудом помещается в своей квартире. У них получается по 4,5 метра на человека. Муж оборудовал в одной комнате двухъярусные кровати. То есть у нас там две двухъярусные кровати, там он самодельные, там, встроенные прямо сделал. Вот. И другие там у нас кресла, кровать раскладные, вот так вот. То есть на ночь мы их раскладываем, днём убираем, диван тоже также раскладываем и убираем. Эта семья имеет право на улучшение жилищных условий. Но удивительное дело – дети у Канищевых растут, и номер в очереди на получение жилья тоже. Мама Людмила, которая растит семерых детей, устала обивать пороги различных инстанций. Сначала её семья числилась 12-й в льготной очереди на расширение жилплощади. Затем изменилось законодательство. Балаковскую очередь льготников передали в региональное ведомство. И там Канищевых поставили на учёт восьмой десяток. А через год оказалось, что балаковская семья и в две сотни не попадает. Потом вот где-то вот через год, получается, в 14-м я обратилась, чтобы узнать очерёдность. Уже мы были вот, видите, 271-й. Дальше, ну дальше, я ещё обратилась потом вот в 17-м году, да, уже через сколько-то лет. То есть мы здесь уже, уже прошло три года. Вот в 17-м году обратилась вот это же Министерство жилищно-хозяйственного коммунального хозяйства Саратовской области. Там уже мы стали 285-й. Людмила решила попытать счастье через приёмную президента. Когда она была проездом в Москве, она обратилась сразу в несколько министерств, которые могли бы посодействовать в решении вопроса. Но ответы её удивили. По почте они мне прислали всё то же самое письмо, как мне из Саратова пришло. То есть они делают запрос в Саратов, они им направили бланк ответа, который они мне отправили, и просто переслали московский там со своей подписью и всё. И у меня теперь вот сколько тут, четыре одинаковых письма, четырёх лиц, но все они идут вот с копией из Министерства Саратовской области. Людмиле пояснили, что за 2017 год многодетным Саратовской области выделили, вы не поверите, целых две квартиры. Путём несложных подсчётов понимаем, что с такими темпами ждать квартиру семье Конищевых придётся 143 года. Мы промониторили сайт закупок и выяснили, что в этом году регион закупает в Балакове всего пять квартир для многодетных, но не у всех аукционов оказался определён поставщик. Мы отправили запрос в региональное ведомство с просьбой пояснить, каким образом балаковская многодетная семья скатилась с 12 на 286 место в очереди на получение жилья.